михайлов пашинян понимает поезд давно ушел джулай 23 2021 время мифов прошло и пашинян возьмет на себя ответственность подписать мирный договор и изменить армянскую историю происходящее на границах является маленькой частью большой картины об этом сказал второй президент армении лидер блока армении роберт кочерян в интервью нескольким сми он прокомментировал ситуацию на границах армении и ее возможных последствиях передает news после событий в яросхе мы как будто забыли что есть черное озеро что на территории армении находятся многочисленные азербайджанские солдаты это логическое продолжение всего того что происходило с арменией и во время войны и в поствоенный период мы показали что у нас больше нет зубов нет возможности и желания дать достойный ответ сказал кочерян он считает что азербайджан будет продвигать свою повестку такими проявлениями может произойти следующее после провокации подобного рода создается ситуация когда угроза новой войны становится очевидной для людей и народ очень легко воспримет подписание очередного документа очередную уступку сказал кочерян по его словам цель состоит в том чтобы создать такую ситуацию когда подписание такого документа будет воспринято не как предательство а как спасение мы это один раз уже видели эта технология запланированного поражения у меня такое ощущение что и сейчас протекает такой процесс что касается подготовки к мирному соглашению с азербайджаном то экс-президент заявил что его сейчас ничего не удивит да возможно готовится соглашение именно этого рода которое не может быть заключено без признания территориальной целостности азербайджана со стороны армении а это будет означать крест на будущем карабаха сказал кочерян то есть он фактически обвиняет пашиняна в движении к тому чего уже несколько месяцев добивается баку подготовка и подписание полноценного договора о мире между армении и азербайджаном но насколько это соответствует действительности хотелось бы конечно чтобы пашинян реально преследовал такую цель ведь мирный договор предполагает взаимное признание территориальной целостности однако пусть и немногочисленные в последнее время публичные выступления пашиняна на эту тему никак не свидетельствует о том что он согласен видеть бывшую нка частью азербайджана в чем же тут правда кочерян просто безосновательно обвиняет своего политического оппонента или у никола действительно может быть какой-то похожий план как передает из изи на эти вопросы зеркало ответил евгений михайлов российский эксперт по международным конфликтам политолог хотел бы отметить что высказывание кочеряна вполне укладываются в общую конструкцию происходящих событий он понимает что карабахский клан уже не сможет ничего противопоставить пашинину на политической арене более того сам премьер уже фактически заявил о готовности подписать мирный договор в нашем случае стоит обратить внимание на фактический уверенность роберта кочеряна в том что азербайджан получит мирный договор и с ним не только закрепление его права на возвращенные земли но и в будущем на те территории которые остались пока вне его юрисдикции пашинян на мой взгляд несмотря на попытки привлечь третьи страны к возобновлению попыток пересмотра резолюции он по карабаху прекрасно понимает что поезд ушел и пытается сделать красивую мину при плохой игре говоря о том что дескать армения готова рассматривать мирный вариант договора но вот плохие азербайджанцы продолжают устраивать провокации все эти заявления направленные лишь на некоторую задержку принятия решений которые неизбежны фактор москвы в данном случае является наиболее весомым россии не нужен конфликт у своих границ между странами которые являются ее стратегическими и историческими партнерами кочерян прекрасно понимает сложившуюся ситуацию и как человек близкий к российским высшим политическим кругам и бизнесу наверняка уже провел консультации по своему так сказать политическому поведению опытных аналитиков его слова не провели он не подставляет на мой взгляд пашиняна а более того как ни крути намеренно его провоцирует на скорейшее подписание договора после этого события пашинян уже не будет нужен и к власти могут прийти менее токсичные политики на фоне кочеряна армянский народ на прошедших выборах выбрал меньшее зло и отдал свою судьбу в руки тому кто принял решение подписать ноябрьские соглашения и соответственно был со страной все это непростое время никто не знает как бы поступил кочерян будучи на его месте и все прекрасно понимают что страна под карабахским кланом стала максимально коррумпированной и не вина пашиняна в том что армении была не готова противостоять азербайджану так что кочерян понимает хоть и не признает это открыто что время мифов прошло и пашинян возьмет на себя ответственность подписать мирный договор и изменить армянскую историю